добрый день дорогие друзья уважаемые подписчики сегодня хочу поговорить с вами на тему косвенных признаков стоит не стоит возиться с батареей можно ли ее как-то ввести в эксплуатацию ввести строй вот на примере вот этой батарейки которые ко мне привозили наверное года три тому назад может два с половиной вот таких наклеек у меня давным давно нет и эту батарею привезли мертвой и вышла на здесь очень плохо видно вот посоху 77 она выдавала так и пусковой ток на момент когда ее забрали 733 так и сопротивление в этой батареи было блин ну здесь непонятно не видно короче время не щадит и наклейка но как бы батарея вроде работала а вроде и не работала толком никто сказать не не может потому что она пришла через третьи руки от первоначального владельца который привозил ее ко мне и привезли ее батареи эту батарею три дня тому назад с такими параметрами по нулям 30 ампер пусковой ток и 1178 а так забыл плотность плотность была 110 ну то есть практически плотности не было и два дня я с ней поработала произвел полный заряд до поднятия плотности окончания заряда было 14 8 вольт это у нас вот такая батарейка гибридная 890 ампер заявленный пусковой ток и ну как правило вот такие не свежие батарейки так восемнадцатого года батарея действительно восемнадцатого года так блин непонятно или 19 а нет восемнадцатого года 341 или 153 день 153 день это чего у нас получается июнь месяц ну короче батарейки четыре года полностью зарядил ее окончание заряда было на 14 8 с поднятием полной плотности то есть плотность у нас по всем банкам 1 28 абсолютно по всем банкам но параметры вернее сделал один разряд потому что параметры были никудышные сделал один ктц до 11 вольт и повторно зарядил и вот у нас что мы имеем после двух зарядных циклов 0 процентов посох батарея заряжена батарея отстоялась сутки вчера я к ней не подходил не прикасался была другая работа 82 ампера у нас пусковой ток и сопротивление 33 67 нрc в порядке 12 84 то есть с этой батареи работать как бы я не вижу смысла а не вижу смысла почему постараюсь это до вас донести это вот касается тех любителей частых использований ктц всякие всякого рода качелей дам если бы эта батарея была сурфатирована можно было попробовать попытаться но я сторонник все-таки зарядов оптимальный заряд это в один прогон либо двух трех циклов либо полный заряд на делим на два-три цикла но проблема в чем вот если мы внимательно посмотрим на крышке мы видим что батарея изрядная очень хорошо поработала то есть активная масса находится у нас на крышках и внутри батареи я сейчас сделаю более подробную запись с камера зонта что вы посмотрели и внутри мы видим небольшую сурфатацию на пластинах но в тех местах где пластины разделены то есть у нас полное разрушение пластин с отделением части это я сейчас сниму на камеру зонт чтобы было видно и понятно в чем у нас проблема то есть какая батарея не замкнутая она не замкнута но она конкретно разрушена пластины превращены просто какой-то фарш и поэтому никакого смысла работать дальнейшей работы с этой батареи никакого смысла какого-то восстановления этой батареи чудес друзья чудес на свете не бывает если батарейка у гандошина на это указывают косвенные признаки то с ней не стоит заморачиваться друзья с такими такими аккумуляторами нужно с такими аккумуляторами нужно расставаться то есть без всякого сожаления отдавать их приемку и думать о приобретении новых батарей сейчас я сниму видео на камеру зонт и будем подытоживать этот наш один из самых коротких роликов но думаю кому-то это будет полезно в том плане что каждый аккумуляторщик может столкнуться с такой проблемой из такой казалось бы огромной батареей которая ну вряд ли крутнет даже скутер сейчас ну давайте чтобы это было более наглядно давайте ткнем нагрузочкой как видим вольтметр показывает 12 8 и кидаем 100 ампер 9 вольт 9 вольт недостаточно для того чтобы батарея крутила хотя в принципе вчера когда делал ктц не вчера позавчера делал ктц высаживала буквально 15 где-то 15 или 18 ампер уже честно говоря не помню и высаживал порядка где-то трех с лишним часов то есть какая-то часть емкости в этой батареи есть но именно на той части пластин которая не отдельно не разделена возможно одна две пластины в пакете еще целые и которые исправно работают остальные они с этой колоды они выведены давайте сделаю запись камерой зонда давайте заглянем в первую баночку к сожалению камера 2 мегапикселя всего и снимает не ойс и как видим пластин вот трещины все пластины в трещины камера к сожалению не может передать всех нюансов так вот вторая баночка также видим от разрыв видно на разрыв и верхняя кромка пластины она прямо вышла наверх здесь вот тоже разрывы видно что пластины лопнутые и как бы разорваны разрушены внутренним термоядерным взрывом будем так говорить здесь такая же колясочка также видим от разрыв разрыв разлом в этой баночке то же самое видим очень большие рассвоения пластин отсвоение активной массы вот вот смотрите вздутие пластина раздутая то же самое видим и здесь пластины разрушены то же самое на этой восстановить такой аккумулятор просто практически нельзя да не практически даже без практически вот явные трещины вот как видим прекрасно от кого от колотый кусочек даже от пластины скорее всего часть пластины она упала вниз как только еще не произошло замыкание удивительно это 6 баночка вижу видим активное разрушение активной массы простите за патологию ну вот такой печальный ролик у нас получился на тему не способности аккумулятора выходить из таких ступоров вот здесь к сожалению камера не может сфокусироваться ну вот вам более наглядно видите на видео видно вот так вот одна пластина вообще кусок отвалился верхняя часть так первая вторая третья четвертая пластинка у нас лопнутая третья разрушена вторая вторая также вот у нас видно сульфатация на ней но она эта сульфатация уже не снимется потому как пластина не в работе ну что друзья всем добра удачи зато вам пишите комментарии задавайте вопросы постараюсь ответить иногда не отвечая не сразу бывает нету времени а бывает просто нет настроения ковыряться в ю тубе всяко может быть всяко бывает поэтому сильно не судите строго давайте всем удачи всем пока берегите свои батарейки пока пока